26 июля 2013 года в городе Рыбинске состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся изобретателю и нефтепромышленнику Людвигу Нобелю, который никогда в жизни не был в этом старом волжском городе. Чем же Нобель заработал такое уважение и почитание жителей Ярославского края? Людвиг, швед по рождению, был вторым из братьев Нобель, каждый из которых середины 19 столетия внес неоценимый вклад в развитие промышленности Российской империи. Людвиг родился в Стокгольме, но первое знание и опыт получил в Петербурге в цехах машиностроительного завода своего отца, превратив впоследствии небольшой заводик родителя в крупное чугуно-медно-сталелитейное предприятие Людвиг Нобель. Талантливый инженер занимался выпуском артиллерийских снарядов, пушек, мин, торпед, резиновых шин и многим-многим другим, столь необходимым русской армии и гражданской промышленности. Именно Нобель стал первым в России производить дизельные двигатели. В 1880 году вместе с братьями Робертом и Альфредом, изобретателем динамита, Людвиг создал компанию «Товарищество братьев Нобель», ставшую одной из крупнейших в нашей стране и Европе по добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов. Уже через несколько лет братья Нобель сумели вытеснить с российского рынка настоящего монстра американской индустрии компанию «Стандарт Оил». По заказу Людвига в Баку русским инженером Шуховым был построен и пущен первый российский нефтепровод. Успех братьев Нобель объясняется простым и лаконичным на первый взгляд девизом, ставшим экономической стратегией этой семейной корпорации. Высокое качество, большое количество, невысокая цена. В 80-х годах 19 века небольшой привозский город Рыбинск и Ярославской губернии стал одним из ключевых звеньев огромной промышленной империи братьев Нобель. В Романово-Борисоглевском уезде в 1911 году товариществом был приобретен Константиновский нефтеперерабатывающий завод Рогозина, ныне действующий НПЗ имени Менделеева. В губернском центре и в Рыбинске построены мастерские по ремонту нефтеналивных судов, выросшие в знаменитой верфи братьев Нобель. Производство расширялось не по дням, а по часам.